Привет! Я уверен, что вам всем хорошо знакомо это сладкое запретное слово – BDSM. Кожаные плетки, латекс, доминатрекс, сабмиссив – все это часть сексуальной жизни для огромного количества людей. Но вообще-то так было не всегда. Если подумать и вспомнить, например, средневековье, то вряд ли какой-нибудь Генрих II угорал по таким вещам. Чего уж говорить про среднего крестьянина. Но тогда в какой момент эти развлечения появились и тем более стали популярны? Кто сказал «пороть людей плеткой – это зашибись» и все поверили? Откуда вообще пошло увлечение садизмом и мазохизмом? Если что, я сейчас говорю только про сексуальные практики, а не про откровенных маньяков, которые наслаждаются пытками. Ответ кроется в самих этих названиях. Что садизм, что мазохизм произошли от имени двух конкретных людей – Леопольда фон Захера Мазоха и Маркиза де Сада. И сегодня я предлагаю поговорить о втором. Интересно же, в какой среде жил главный воспеватель БДСМ, когда еще и слов-то таких не было? Как умудрялся пропагандировать свои фантазии в мире, где чуть ли не что угодно считалось извращением? Спойлер – не очень хорошо. Значительную часть жизни этот аристократический ловелас провел в тюрьме. И там он оказался как раз из-за своих неуемных любовных похождений. В общем, Маркиз де Сад был весьма специфичным человеком, слишком эпатажным даже для куртуазной Франции, которая тогда считалась центром разврата. Потому что этот мсье совершенно точно знал толк в извращениях. Но не думайте, что кроме секса в его жизни больше ничего не было. Нет, Маркиз успел и на войне побывать, и жениться, и стать успешным в узких кругах писателем, и даже принять участие в революционных судах. В качестве внезапно судьи. Короче, приготовьтесь, будет интересно. Франция XVIII века – это классическое феодальное государство со всеми своими минусами и приколами. Там не было того, что мы привыкли называть коррупцией. В смысле, она была, но мало кто считал ее чем-то плохим. Типа, если у меня есть деньги, чтобы купить должность при дворе, то почему бы мне этого не сделать? В этом плане карьера аристократа, такого как Маркиз де Сад, строилась по двум простым правилам. С раннего детства заводить нужных друзей, и использовать деньги для покупки влияния. При этом не важно, какие у тебя способности. Можешь ты эффективно работать на этой должности или нет? Ведь тебя туда не за таланты выбирали. Пробиться до вершин карьеры в таких условиях было практически невозможно. В этом плане сейчас мир устроен гораздо честнее. Если у тебя есть полезные навыки, то за них готовы хорошо платить. Главное – эти навыки иметь. И я знаю, где их можно приобрести. Самым перспективным и высокооплачиваемым направлением в IT сейчас является ноу-код разработка. Это способ создания сайтов, мобильных приложений, чат-ботов и даже искусственного интеллекта без написания кода. Ноу-код позволяет создавать IT-продукты в десятки раз быстрее и дешевле, чем традиционные способы разработки. Полноценно овладеть навыками в этой сфере можно всего лишь за 2-5 месяцев, а хорошие специалисты зарабатывают от 2000 долларов, то есть как и классические разработчики. По прогнозам спрос на услуги по разработке веб и мобильных приложений будет расти как минимум в 5 раз быстрее, чем IT-рынок будет успевать их удовлетворять. А это значит, что ноу-код-разработчики станут востребовательны буквально везде. Поэтому самое время занять перспективную нишу. Прямо сейчас школа Code Breakers проводит набор на бесплатный вебинар по ноу-код-разработке. Ведущая вебинара Анна Радзиевская, SEO Code Breakers, известный ноу-код-предприниматель, бывший продакт в Яндекс, организатор первой в России ноу-код-конференции и спикер крупнейших IT-компаний. На вебинаре вы узнаете, как войти в IT без знания языков программирования, как без кода делать мощные цифровые продукты уровня Озон и Airbnb, как быстро начать зарабатывать от 2000 долларов, где искать первые заказы и как успешно сменить работу. Так что если вы давно задумываетесь о смене профессии, но мучаетесь сомнениями, стоит ли пробовать, а вдруг не получится, то я рекомендую посетить этот вебинар. Там вы сможете оценить реальные перспективы и понять, подходит ли вам эта специальность. Напоминаю, что участие в вебинаре бесплатное, так что приходите по ссылке в описании и регистрируйтесь. Итак, представьте Франция. Блистательный 18 век. Страна на пике своего могущества. И вот в 1740 году в одном из аристократических семей на свет появляется первый долгожданный ребенок. Отец де Сада был аж целым графом, потомственным наместником четырех провинций, а мать – фрейлиной принцессы Деканде, старого и очень влиятельного рода. Мать воспользовалась связями, чтобы определить своего сына на воспитание в огромный парижский дворец Деканде. Был план, что ребенок будет расти и играть вместе с маленьким принцем Деканде. И с самого детства обретет влиятельного друга и покровителя. Но из этой затеи ничего не вышло. Мальчики упорно отказывались дружить, а потом и вовсе подрались. Так что четырехлетнего де Сада было решено выслать из дворца. Родители, как это было принято в аристократических семействах, мало интересовались ребенком. Поэтому раз не получилось с принцем, они отправили сына сначала на обучение к монашкам, а потом к монахам, которые приходились им дальними родственниками. В общем, до 14 лет де Сада растили в очень строгой традиционной христианской морали. Может это тоже наложило какой-то отпечаток на его личность. Кстати, я тут говорю типа четырехлетний де Сад, но на самом деле его звали не так. С именем там вообще интересная история. Родители хотели назвать его Донасьен Альдонс Луи, но древнее прованское имя Альдонс было неизвестно в Париже. Поэтому священник в церковной книге вместо него написал более понятное Альфонс. А Луи в конце как-то со временем само собой поменялось на Франсуа. Но это не так важно, потому что в жизни, во всяком случае в детстве, все его называли просто Донасьен. С титулом маркиза тоже было не все просто. Я уже говорил, что отец де Сада был графом, а его старший сын по умолчанию должен был носить титул маркиза. Хотя в документах это нигде не зафиксировано. В общем, когда отец умер, это значит, что наш Досаньен стал графом. Графом де Сада. Но по какой-то причине в общественном сознании он запомнился именно как маркиз. Причем не только в наше время, но еще и тогда в многочисленных судебных приговорах де Сада спокойно называли то маркизом, то графом. И никого это особо не смущало. Но это не так важно. Я буду называть его именно маркиз де Сад, потому что так привычней. Короче, к 14 годам он успел поучиться в школе иезуитов и в дворянском колледже. А потом, как и подобало молодому аристократу в то время, занялся военным делом и поступил в престижное Версальское кавалерийское училище. Произошло это в знаковый период истории, перед самым началом Семилетней войны. Ее еще многие историки называют первой настоящей мировой войной, потому что боевые действия охватили три континента и несколько десятков государств. 16-летний младший лейтенант маркиз де Сад оказался в пехотном полку и поучаствовал в одной из самых громких побед Франции – в сражении при Хастенбеке. В январе 1757 года маркиз получил чин лейтенанта, а потом командиром армии, где он служил, стал принц де Канде, условно говоря, друг семьи де Садов. И карьера молодого лейтенанта полетела вверх, несмотря на частые поражения французов на поле боя. Сначала де Сада перевели в более престижную кавалерию, потом дали чин капитана бургундского полка. Довольно хорошая карьера. Но это можно объяснить тем, что в сражениях армия теряла много офицеров, и их нужно было кем-то быстро заменить. В таких условиях дворянские дети действительно могли легко идти по карьерной лестнице, если выживали. Но это карьера. А что известно о де Саде этого времени, как о человеке? Ну, там, характер и какие-то приключения. Так вот, сослуживцы считали маркиза человеком, без сомнения, очень храбрым, но совершенно сдвинутым. Это, кстати, была цитата. С храбростью все понятно. Ее де Сад показывал на поле боя, как и многие другие. Ну вот, а что такое сдвинутый? Дело в том, что в промежутках между боями этот молодой офицер часто совершал поступки, которые вызывали у окружающих, ну, недоумение. Например, однажды он приказал дать залп в честь какой-то французской победы, но так неудачно направил пушку, что ядро пробило крышу с соседнего здания, и маркизу пришлось извиняться перед местными жителями. Еще его запомнили как человека, который постоянно недоволен всем. Казалось бы, тебе всего 19 лет, а ты уже капитан, все идет хорошо, чего тебе не хватает? Но капитан Де Сад часто высказывался в стиле другого известного капитана Смолета. Мне не нравится эта экспедиция, мне не нравится за эти матросы, и вообще, мне вообще ничего не нравится. Короче, Де Сад постоянно Неллы чего-то требовал. Он то требовал перевода в другой полк, то куда-то отлучался без разрешения, то ссорился с другими офицерами из-за женщин. На его счету было несколько дуэлей. Этот неуживчивый и беспокойный характер принесет ему много горя в будущем. Но нас тут больше всего интересует, пожалуй, именно его интерес к женщинам. В общем, чем хуже шла война, тем меньше она увлекала Де Сада, и тем больше свою энергию он направлял на противоположный пол. У французских офицеров того времени вообще были очень популярны всяческие походно-полевые романы с местными девушками и хвастовство с сексуальными подвигами. И на этом фронте Де Сад отличился, пожалуй, даже больше, чем на военном. Настолько, что даже в развращенной офицерской среде получил репутацию негодяя. Позднее, в автобиографическом романе Де Сад напишет о своей молодости так. «Я считал с момента, когда пробудилось мое сознание, что природа и судьба соединились лишь для того, чтобы отдать мне свои лучшие дары. Я думал так, потому что окружающие имели глупость мне это говорить, и этот более чем странный предрассудок сделал меня высокомерным и необузданным в гневе». То есть он реально жил с ощущением, что мир крутится вокруг него, и обижался, когда не получал желаемого. Едем дальше. Сразу после подписания мирного договора в 1763 году Де Сад вылетел из армии. Вернувшийся с войны 23-летний ветеран узнал, что у семьи на него большие планы. Дела у отца шли очень плохо. Старый граф все больше увязал в долгах. И решение проблемы он видел в выгодной женитьбе сына. А еще родные надеялись, что брак поможет их любимому Донасьену наконец-то начать вести правильный образ жизни. Дело в том, что у молодого офицера к тому моменту было полно любовниц. И он большую часть своего свободного времени проводил с ними в Париже. В принципе, в то время у любого аристократа были любовницы. Но у Де Сада их было так много, что это выходило за рамки приличия. В общем, отец надеялся этим браком решить сразу две проблемы. В качестве невесты ему подобрали девушку по имени Рене Пелажи-Кортье де Лане де Монтрей. Ее отец был президентом палаты по распределению пошлин и налогов в Париже. И жил в самом престижном квартале города. Но что еще интереснее, в их семье была главной мать, госпожа Мадлен де Плисе, которая тоже была очень богатой женщиной. Она сама принимала все важные решения. А муж просто совсем соглашался, потому что не хотел ссориться. Де Сады встретились с де Монтрей, и обе семьи друг другу понравились. У Монтрей были деньги. У де Садов значительно более высокий уровень знатности и родственные связи с королевским домом. Так что намечался взаимовыгодный союз. Маркизу, правда, не очень нравилась невеста. Чисто внешне. Зато нравилась ее приданная. 160 тысяч ливров и еще 200 тысяч в качестве возможного наследства. Это было в несколько раз больше его состояния. Де Саду было трудно принимать любые компромиссы. Деньги это, конечно, хорошо, но можно что-нибудь с невестой сделать. Например, заменить на младшую сестру. Красивую, 16-летнюю блондинку с голубыми глазами. Он быстро понял, что обе девушки влюблены в него по уши. Так зачем брать ту, что похуже? Но обе семьи твердо заявили, что договоренности нарушать нельзя. Поэтому Маркизу пришлось подчиниться. Сыграли свадьбу и 5 месяцев у них шла спокойная семейная жизнь. Если не считать споров Де Сада с отцом из-за денег. А потом случилось что-то невероятное. Однажды утром в дом Маркиза пришли солдаты, арестовали его и бросили в тюрьму. Причем по приказу лично короля. Для всех это стало полной неожиданностью. Чего это такого натворил Маркиз, что заслужил такого обращения? Оказалось, что на Де Сада подали жалобу из-за непристойного поведения. А знаете, кто пожаловался? Проститутка. Это как вообще надо себя вести, чтобы тебя больным извращенцем посчитала даже проститутка? Короче, речь шла о 20-летней Жане Тестар, сотруднице элитного борделя для аристократов. Она провела настолько странную ночь с Де Садом, что наутро решила обратиться в полицию. Давайте я зачитаю вам несколько цитат из ее заявления. Точнее, сама Жанна писать не умела, и это текст, написанный полицейским с ее слов. Итак, надеюсь, YouTube за такой ролик не ограничит. За два Луидура ее отвезли в небольшой дом с воротами, выкрашенными желтой краской. После прибытия ее провели в комнату на втором этаже, а потом хозяин отправил своего слугу на первый этаж, а сам закрыл дверь на ключ и на засов. Он спросил ее, верит ли она в Бога, в Иисуса Христа и в Деву Марию. На что она ответила, что верит и придерживается христианской религии. Ох уж эта знаменитая христианская проституция. На это человек ответил оскорблениями и ужасными кощунствами, сказав, что никакого Бога нет. К этому он добавил, что у него была связь с девушкой и что он взял два кусочка теста, положил их в ее половые органы и сказал, если ты Бог существуешь, накажи меня. Потом он предложил ей пойти в другую комнату. Войдя туда, она была поражена, увидев четыре пучка рост и пять молотков разной формы, висевших на стене. Там даже висели три распятия слоновой кости, два эстампа с изображением Христа, эстампы с Голгофой и Пресвятой Девой, а также множество рисунков и гравюр, изображающих обнаженных людей в самых непристойных позах. Он стал показывать ей все это и говорить, что она должна похлестать его железной плеткой. А потом он отхлещет ее плеткой, которую она сама выберет и заняться сексом. Но она не согласилась с этим предложением, хотя он и настаивал. После этого он взял два распятия из слоновой кости, одну бросил под ноги, а на второе начал мастурбировать. И ей, оцепеневшая от ужаса, он сказал, что она тоже должна топтать ногами распятия, показав при этом на два пистолета, что лежали на столе и на шпагу, что оказалось у него в руке, заявив, что проткнет ее. И тогда она, в страхе потерять жизнь, имела бесчестие топтать распятие, и в то же самое время произносить нечестивые слова, которые он заставил ее повторять. А потом человек предложил ей, чтобы она показала ему себя образом противоречащим природе. Интересно, что это вообще значит. Затем он предложил ей прийти к нему снова в следующее воскресенье, но при этом она должна была подписать бумагу с обязательством не разглашать то, что произошло с ней, и что было ею услышано. Вот так вот. Как можно прокомментировать это заявление? Во-первых, стоит отметить, что два Луидора это очень приличная по тем временам сумма. Во-вторых, если не трогать тему с богохульством, то получается, что Десат снял проститутку за большие деньги. Предложил ей БДСМ и анальный секс. Она от всего отказалась и ушла, не оказав маркизу оплаченных услуг. Казалось бы, ситуация такая, что можно только посмеяться, а не тащить маркизы в тюрьму. Но это на современный взгляд. В эпоху просвещения взгляды на секс были немного другими. В Европе мужчины и женщины достаточно легко могли менять партнеров, содержать сразу несколько любовниц и любовников. Но вот в самом сексе существовали четкие красные линии. Анальный секс это ужасное табу, страшный, непростительный грех для обоих партнеров. А про плетки вообще никто не слышал. Это воспринималось, как какая-то дичь. Такие сексуальные предпочтения делали маркиза очень уязвимым для вымогательства, чем, скорее всего, Жанна и решила воспользоваться. А когда Десат, вероятно, отказался платить, пошла в полицию. Но так как в никаких извращениях сама проститутка по своим же собственным словам не участвовала, то в полиции решили сделать упор на богохольстве. Но откуда у маркиза вообще появились такие специфичные вкусы? Современные биографы Десада часто склонны искать причины его странного сексуального поведения в неудачном браке. Мол, из двух сестер он любил младшую, а жениться был вынужден на старшей. Это разбило ему сердце, и он начал мстить всему женскому полу. Может быть, конечно, и так, но может быть, что никому маркиз не мстил, а просто интересовался очень широким спектром сексуальных удовольствий, что создавало ему проблемы, от которых он всю жизнь и страдал. Как бы там ни было, Десат оказался в одиночной камере. Его поведение там показывает, что обвинение в богохольстве, скорее всего, было ложным. Он каялся в грехах, писал, что заслуживает божественной мести, оплакивал свои ошибки и слезно просил прислать к нему священника, чтобы тот помог ему твердой ногой вступить на путь добродетели. Также он уверял, что его рассудок не выдержит заключения и переживал о страданиях, которые причинил своей жене и тёще. Короче, вел себя как театральная истеричка, но его можно понять, кому захочется сидеть в холодной, сырой тюрьме. Особенно, когда привык к мягкой постели. Насчёт тёщи он мог бы и не беспокоиться. Мадам де Монтрёй заявила, что мальчишки всегда будут оставаться мальчишками. Типа, ну, с кем не бывает. Именно благодаря её стараниям Маркиза выпустили уже через 15 дней. Нам мало известно об условиях его освобождения, но, скорее всего, тёща просто заплатила и полиции, и проститутки. У властей было только одно условие. Де Сад должен уехать из Парижа и жить в своём поместье в Нормандии. И тот действительно прожил там полгода, что было не так трудно, учитывая, что вместе с женой с ним поехала и её младшая сестра. В мае 1764 года Де Сад получил в наследство должность своего отца. Он тут же покидает место своего домашнего ареста и возвращается в Париж обратно к плотским удовольствиям. Но моментально сталкивается с проблемой. У 24-летнего молодого человека была уже такая репутация, что его отказывались пускать в лучшие бордели столицы. Кстати, такую репутацию ему помогли создать агенты парижской полиции. Они не забыли про Де Сада и объехали все публичные дома, объяснив их владельцам, что не стоит ни принимать Маркиза, ни отправлять девушек в его маленький уютный извращенский особняк. Новый скандал никому был не нужен. К тому же по столице поползли слухи, что сексуальные интересы Маркиза распространяются не только на девушек, но и на юношек. Не очень понятно, откуда эти слухи взялись. Возможно, их распускали все те же полицейские, чтобы эпатажный аристократ боялся показываться в приличном обществе. Нам известно только то, что это было неправдой. Нет свидетельств, доказывающих бигсексуальность Де Сада. Если же обратиться к фактам, то они таковы. В том же году Рене Пелажи родила от Маркиза ребенка, правда, мертвого. Но остальные трое детей оказались вполне здоровы. Параллельно с этим, Де Сад не оставлял мир разврата и менял одну любовницу за другой. Если не пускают в бордель, значит, нужно искать партнерш более традиционным способом – пикапом. Благо, что, судя по всему, Де Сад был очень умелым соблазнителем. А еще он, видимо, ничего экстравагантного с этими девушками не делал. Во всяком случае, в полицию никто из них не жаловался. Точнее, не совсем. Один скандал случился, но он был, что называется, в рамках приличий для того времени. Как-то Маркизу надо было посетить свое имение в Провансе. И он поехал туда с любовницей. Но там всем сказал, что это его жена. Несколько дней прошли в шумном веселье и банкетах, пока слухи об этом не доползли до тещи. Та пришла в ярость, и Маркизу пришлось по-быстрому свалить. А так ничего особенного несколько лет не происходило. Кроме того, что в 1767 году умер его отец. По идее, к Де Саду перешел титул графа. Но тот продолжил называть себя Маркизом. И делал это практически всегда, вплоть до революции. Но, думаю, вам интересно не это, а еще какая-нибудь горячая история. И вот, когда Маркизу было 28, она наконец произошла. И это снова был скандал на весь Париж. 3 апреля 1768 года Де Сад прогуливался вечером по площади. А какая-то женщина попросила у него милостыню. Маркиз увидел, что она довольно хороша собой и решил познакомиться. Женщину звали Роза Келлер. Она была вдовой кондитера, от которого не осталось никакого наследства. А дальше показания расходятся. Роза утверждала, что Маркиз спросил ее, не хочет ли она пройти в гости и заняться чем-то более интересным. Разумеется, не бесплатно. Женщина на это возмутилась и ответила, что она не такая. Тогда Де Сад сказал, окей, трикаться не будем, вы просто приберетесь у меня дома. И на это Роза согласилась, что позволяет предположить следующее. Либо она была дурой, либо врала в показаниях. В любом случае, она села в карету вместе с Маркизом. А дома Де Сад якобы предложил ей выбор либо раздеться, либо быть убитой и закопанной тут же в саду. После этого он начал избивать ее плетью. Роза Келлер утверждала, что ее избили семь или восемь раз. Когда она закричала, Маркиз якобы показал ей нож и прикразил, что прикончит, если она не замолчит. После чего запер в комнате. Но Роза связала веревку из простыней и сбежала. На улице она вся в слезах обратилась к прохожим. И те отвели ее в полицейский участок. И там полицейским пришлось не только записывать показания самой пострадавшей, но и около 20 прохожих, которые ничего не видели, но очень хотели поделиться важными и влажными подробностями про сексуальные извращения Де Сада. Вполне возможно, что Роза сознательно преувеличивала свои страдания, чтобы получить за них больший выкуп. Через 4 дня ей действительно заплатили и снова постаралась теща Маркиза. Она передала женщине 2400 ливров, сумму, которая та никаким образом не смогла бы заработать и за несколько лет. Роза забрала заявление, но это уже не помогло. Вскоре Маркиза арестовали. Он рассказывал на допросах, что вообще-то все было так, но не так. Он встретил Розу, честно посвятил ее в свои намерения, и она сама согласилась. Разделась она тоже по собственному желанию, и порка плечью происходила по обоюдному согласию. Никакого ножа у Маркиза не было, а после сексуальных утех он даже наложил Розе лечебную мась на следы, которые остались от плетки. Разобраться, что там случилось на самом деле невозможно. В показаниях явно врали обе стороны. Суд учел, что Роза Келлер забрала свое заявление. Приговорил Маркиза к штрафу всего на 100 ливров и нет, не отпустил. Оставил за решеткой. С чем это было связано? Скорее всего, тут опять постаралась мадам де Монтрей. Она, по-видимому, полагала, что несколько месяцев заключения в крепости пойдут на пользу своенравному зятю. Потому что, ну блин, сколько можно? Так недолго и разориться на взятках. Тем более, что Маркиз стал привлекать слишком много внимания своими похождениями. Истязания его жертвы явно имели сексуальную подоплеку, а это считалось страшным грехом. Понятно, что 18 век не был идеалом в плане традиционных ценностей. Практически все дворяне имели любовниц и фавориток. Однако и до сексуальной революции тоже было далеко. Поэтому секс вне брака все же считался развратом. Не говоря уже о таких извращениях, как оральный и анальный секс. Если что, анальный секс тогда приравнивался к зоофилии и садомии. И наказывался смертной казнью. Смертную казнь отменили только в конце 18 века. И заменили ее более гуманной ссылкой. Ну а похищение человека во все времена считалось преступлением. Слухи было уже не остановить. Хотя они были основаны только на словах Розы Келлер, которая потом от них отказалась. Но все равно превратили эпизод распутного поведения молодого человека в громкий эротический детектив. А Маркиза де Сада в знаменитость. А сам Маркиз следующие пять месяцев провел в тюрьме. Но на этот раз он не каялся в грехах и не просил прислать священника. Нет, он возмущался, что проститутки во Франции слишком много себе позволяют. Прикиньте, в автобиографическом романе «Алина и Валькур» можно найти строки, где он рассказывает эту мысль. Только в Париже и Лондоне эти презренные твари находят поддержку. В Риме, Венеции, Неаполе, Варшаве и в Петербурге, если они обращаются в суд, их спрашивают только о том, заплатили ли им. Если нет, то требуют, чтобы заплатили. Это справедливо. А жалобы на дурное с ними обращения не принимаются. А если они вздумают докучать суду со всякими сальностями, их заключают в тюрьму. Перемените ремесло, говорят им. А если оно вам нравится, терпите его шипы. Публичная женщина – это презренная рабыня любви. Ее тело, созданное для наслаждения, принадлежит тому, кто за него заплатил. И раз ей заплачено, то все дозволено и законно. Это очень характерный момент. Свои личные жизненные неприятности Маркиз возносит аж до уровня национальной проблемы. Так часто поступают неглупые образованные люди, которым требуется себя в чем-то оправдать. На этом психологическом приеме Десад потом построит все свое философское наследие, если это можно так назвать. В ноябре 1768 года Десад был условно освобожден. Условно? Означало, что он обязался вновь покинуть столицу и жить в поместье, где ему предстояло стать образцовым мужем и примером поведения в аристократическом обществе. Маркиз так и поступил, однако уже на следующий год сумел выбить послабление. Он признался, что его мучает страшный геморрой, лечить который можно только в одной клинике под Парижем. На этот переезд власти согласились. Но несмотря на близость столицы, следующие 4 года жизни Десада прошли относительно благопристойно. Он правда опять недолго посидел в тюрьме, но по другому поводу. За долги. Тогда через 8 дней его снова выкупила теща. А еще где-то в то же время Десад вступил в сексуальные отношения с сестрой жены Анной Проспера, которая все это время продолжала жить с ними под одной крышей и не выходила замуж. Не очень понятная реакция жены Десада на эту связь. Точнее, никакой реакции не было. И биографы спорят, это из-за того, что ей все равно или потому, что они начинали жить втроем как семья. Нового скандала тогда не случилось только потому, что эта история не попала в публичное поле и со стороны выглядела так, будто Маркиз наконец остепенился. Иллюзия сохранялась до лета 1772 года, когда жизнь Десада изменилась навсегда. Тогда он со своим лакеем приехал к проститутке, где их ждали еще три девушки. В качестве обязательной программы проституткам были снова предложены активное и пассивное хлестание плетками. А также анальный секс, от которого девушки, если верить их словам, отказались. От плеток, хочу заметить, не отказывались. Также Маркиз настоятельно рекомендовал дамам употребление неких анисовых конфет со шпанской мушкой. Именно это стало его фатальной ошибкой. Чтобы было понятно, шпанская мушка – это препарат из насекомых, содержащий контридин. Один из первых известных афродизиаков в мире. Им широко упарывались еще с античности. Но у него было одно неприятное свойство – высокая токсичность. Даже во французской энциклопедии середины 18 века шпанская мушка была отнесена в категорию ядов. Так вот, Маркиз, вероятно, переборщил с дозой. Понятное дело, что он не собирался травить проституток, а просто хотел их возбудить. Но получилось, как получилось. Забегая наперед, скажу – не волнуйтесь, никто не умер. Короче, девицы от проникновения с черного хода отказались, но немного похлистали Маркиза самодельными плетками, а потом все участники вечеринки, включая Лакея, занялись групповым сексом. По окончанию которого каждая проститутка получила по 6 ливров. Повторю, это много. Примерно как сейчас получить по 1000 баксов за ночь. В общем, все остались довольны. Но уже на следующий день одна из девушек пришла в полицию, рассказала про сильные боли в желудке и заявила, что считает себя отравленной. Через несколько дней в полицию обратились и остальные девушки с похожими симптомами. И вот это уже было серьезно. Все-таки сексуальные причуды Маркиза – это одно. Их не одобряли, но уже не удивлялись. Но вот попытка отравления – это уже была чистая уголовщина. За такое преступление полагалась смертная казнь. Де Сад, не дожидаясь суда, сбежал вместе со своим Лакеем и Анной Проспер. Девушка, правда, вскоре вернулась домой, но сам факт превратил тещу из друга, которая постоянно выкупала его из тюрьмы, в злейшего врага. Мадам де Монтрей уже как-то смирилась, что зять позорит и мучает свою жену. Но когда она узнала, что он еще развратил и опозорил ее младшую дочь, чаша терпения оказалась переполнена. Маркиз де Сад на всю оставшуюся жизнь приобрел опасного врага. Интересно, что в этой ситуации сама жена осталась на стороне мужа. Она приехала и заплатила всем проституткам, чтобы они отказались от своих показаний. Девушки действительно отказались, но на суд это снова не повлияло. За садомию и отравление оба преступника были приговорены к покаянию перед кафедральным собором, где они должны были встать на колени, а потом их следовало отправить на эшафот. Там Маркизу должны были отрубить голову, а его Лакея из-за более низкого происхождения повесить. Затем их тела следовало бросить в огонь и развеять прах по ветру. Однако, так как и Маркиз и Лакей сбежали, суду пришлось удовлетвориться с сожжением на площади соломенных чучел. Так, Маркиз оказался в Савойне, независимом герцогстве на юге Франции. Там его тоже на всякий случай арестовали и посадили в крепость, но с очень мягким режимом, почти как в отеле. Ситуация была непонятная. Савойцам не было за что судить де Сада, а передать Франции они его не хотели. Так, в непонятках прошло пять месяцев. Маркиз понял, что может так просидеть до конца жизни, поэтому снова сбежал и вернулся в свое поместье. Он надеялся, что если вести себя тихо, то про него все забудут, потому что у страны были дела поважнее. Старый король умер, и на престол вступил его внук, Людовик XVI. План, возможно, бы сработал, если бы де Сад действительно сидел тихо, но он этого, кажется, не умел. Уже вскоре его обвинили в похищении и совращении трех местных девушек. Потом от него родила одна из служанок, потом отец другой служанки со скандалом забрал ее из замка и даже чуть не застрелил Маркиза, но промахнулся. Но де Сад хотя бы не пытался приехать в Париж, что для него было уже максимум осторожности. Так продолжалось до 1777 года. Де Саду на тот момент 36 лет. Все вроде бы утряслось, никто его не беспокоит. Но однажды к нему вновь приехала полиция. Все-таки старое обвинение в отравлении проституток с него никто не снимал. Скорее всего, тут не обошлось без старания тещи. Спрашивается, а чего она ждала все это время? От того, когда ее внуки дорастут до возраста, чтобы получить титул де Садов. После чего буйный зять станет ей не нужен ни в каком качестве. В тюрьме де Сад написал тещи длинное письмо, в котором сообщил, что разгадал ее коварный замысел, намекнул, что хочет покончить с собой, умилял разрешить повидаться с детьми и заявил, что его рассудок не выдержит заключения. Мадам де Монтрео и на это послание не ответила. Потом состоялся суд. Там, кстати, с него сняли обвинение в отравлении. Но взамен обвинили в крайней степени разврата и отправили в Венсенский замок. То есть чувака официально посадили на очень много лет только за то, что он слишком любил секс. Так начинались его бесконечные путешествия по тюрьмам. Делать там было особо нечего, поэтому де Сад стал каждый день писать письма жене. Он написал их тысячи. Не шучу, реально тысячи. Там Маркиз в основном бесконечно ныл и жаловался на свою тяжелую судьбу и условия заключения. Я нахожусь в башне, запертой за 19 железными дверями. И единственным источником света служат два маленьких оконца с решетками. Десять минут в день я провожу в обществе человека, который приносит мне еду. Остальное время я нахожусь в одиночестве, проливая слезы. Да, мой дорогой друг, такова моя участь. Из всех своих личных несчастий Десят не забывает делать самые космические выводы. Вот цитата. Вот как в этой стране исправляют человека. Отсекают все его связи с обществом, с которым его напротив нужно сблизить, чтобы он мог вернуться на путь добродетели, с которого он имел несчастье свернуть. Вместо доброго совета, мудрого наставления у меня есть только отчаяние и слезы. Ну и так далее. Интересных цитат можно найти миллион, потому что Десят исписал просто тонны бумаги. Помимо писем, много времени у Маркиза занимала война с главным тюремным начальником Шевалье де Ружемоном. Тот свою должность купил, а теперь старался отбить все затраты по полной, банально вымогая деньги у богатых заключенных. А тем, кто отказывался платить, ухудшал условия. Цитата. «Меня заставляют пить воду, взятую из стоячего водоема, который распространяет ужасное зловоние. В то время как в покоях Мсье де Ружемона в большом количестве имеется великолепная свежая вода из источника». Недовольный Маркиз вел яростную бюрократическую войну за социальную справедливость и в итоге даже одержал скромную победу. Ему разрешили пользоваться бумагой и чернилами не только для написания писем, но и для сочинений и позволили два раза в неделю выходить на прогулку. И вот тогда, уже довольно в зрелом возрасте, Десят стал пробовать себя в роли писателя. Вся его дальнейшая популярность, вплоть до наших дней, держится именно на большом количестве его философских порно-историй. Он открыл в себе настоящий талант, талант законченного графомана. Десят был готов писать с утра до вечера, о чем угодно. Ему просто нравилось это делать. Получив в руки много бумаг и чернил, он начал создавать миры, в которых юных невинных девушек вечно развращали и жестоко пороли суровые зрелые мужики. Однако того, кто возьмется читать Десята ради порнографических моментов, ждет разочарование. Если сделать дайджест сексуальных сцен из всех написанных им книг, то получится не самая толстая тетрадь. А ведь Десят написал довольно много книг. Чем же заполнены оставшиеся страницы? Разговорами и размышлениями. Десят сильно налегает на философию. В его время самыми передовыми мыслителями считались либертены. Это были такие ныне забытые предки либералов и либертарианцев. Если либералов волнуют политические права человека, а либертарианцев экономические, то либертены в XVIII веке пытались совершить революцию в сфере нравственности. Идея атеизма уже начала распространяться в самых образованных и аристократических кругах Европы. И первый вывод, который следовал из этой мысли, тогда был простой. Если бога нет, то все позволено. Либертены отвергали церковную мораль и утверждали, что никакой морали вообще не существует. Это уже потом, спустя поколение или два, атеистическая мораль обретет современную форму, типа свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Тогда человечество до такой мысли еще не додумалось. Атеизм понимали как право на вседозволенность. Десад быстро проникся этими идеями. Благо в чтении он был никак не ограничен. Его камера уже давно была похожа на библиотеку. Тут были и легкие романы, и театральные пьесы, и описания путешествий, и трактаты о нравственности, и историко-философские труды. Маркиз читал сочинения Либертенов и думал, так это ж все про меня, и начал приспосабливать эти идеи для своих произведений. Впрочем, не сразу. Первыми его сочинениями были благопристойные патриотические пьесы, типа Жанна Лэнь или Асада Баве, про 16-летнюю девушку, героиню войны, без сексуального подтекста. В его жизни тоже случились перемены. Умерла его давняя любовь Анна Проспер. Это, которая сестра жены. Реакция Десада на это была своеобразной. У него вдруг начались свирепые приступы ревности по отношению к жене. И это удивительно. Он к ней нормально относился, но не сказать, что любил хоть когда-то. Но тут начал закидывать ее горой обвинений. Его письма того периода удивительно читать. Они на одну половину состоят из ругани в адрес тещи, а на другую в адрес самой жены. Вот что он пишет о мадам Монтрей. О, как я ее ненавижу, боже милостивый, как я ее презираю. И какой наступит для меня благословенный момент, когда я узнаю, что это отвратительное существо испустило последний дух. А история с любовником раскрывается в другом письме жене. Оказывается, что как-то приехала к маркизу на свиданку нарядной и с каким-то мужчиной. Десаду это сильно не понравилось. Почему вы не отвечаете мне по поводу моей самой искренней просьбы, чтобы Буше не сопровождал вас, когда вы меня навещаете? Может быть, кто-то заставляет его приходить вместе с вами? Впрочем, я не собираюсь это комментировать. Ибо мне кажется, что из вашего письма следует, что вы прилагаете все усилия, чтобы он не приходил. И я на этом закончу и больше не стану поднимать этот вопрос. Разве что повторю, ооо, если Буше все-таки будет вас сопровождать, если вы будете одеты в ваш проститутский наряд, как это случилось в прошлый раз, я клянусь своей честью, что даже не намерен к вам спускаться. Это первое, что я спрошу, когда они приедут за мной. Буше тоже там? Она вырядилась так же, как и в прошлый раз? Если ответы будут утвердительными, я не пойду. А? Каков стиль? Как и любой графоман, Десад любил подолгу повторять одну и ту же мысль разными словами. Но что касается якобы проститутского наряда жены, то кажется, что в этот момент Десад стал считать единственной приличной одеждой костюм монашки. Правда, только в отношении жены. На других женщин его внезапно проснувшаяся нравственность не распространялась. Кстати, жену в какой-то момент это так достанет, что она реально уйдет в монастырь. С каждым годом заключении претензии Маркиза к жене становятся все менее адекватными. Как-то он потребовал от Рене Пелажи подробного отчета о ее жизни. Та честно и старательно написала ему огромное письмо, на что Маркиз возмутился в духе «А че так много? Вы что, думаете, у меня так много времени разбирать вашу билиберду?» И это пишет человек, который сидит в тюрьме и только и делает, что целыми днями сочиняет. Вот уж действительно Чукча не читатель, Чукча писатель. В феврале 1784 года Десада неожиданно перевели в Бастилию. Оттуда он написал в монастыре жене длинное письмо, в котором потребовал, чтобы она привезла ему подушечку для Зада, домашние туфли, два матраса, полдюжины банок варенья, шесть фунтов свечей и далее по списку. При этом он то называет жену нежно любимой, самой милой, исключительно честной супругой, то уже через несколько строк опять возвращается к своему прежнему обвинительному стилю общения с фразами типа «Возможно ли быть еще более низкой, бесстыдной, лживой и коварной?» А в конце добавляет «Нежайши вам кланяюсь, мадам». В общем, у Чувака были явно проблемы с головой. В Бастилии Десад особенно жаловался, постоянно и на все. У него даже была специальная табличка, которую он вывешивал на двери своей камеры. В ней он обвинял коменданта крепости, что тот поит его поддельным вином, от которого у него болит желудок. Маркиз призывал честных офицеров из тюремной охраны прекратить этот беспредел и начать поставлять ему хорошее вино. Как ни странно, жалобы действительно помогли, но они стали увлекать Маркиза намного меньше, чем раньше. У него появилось занятие поинтереснее. Десад завязал с патриотическими трагедиями и обратился к более близкой своему характеру теме. Теме с большой буквы. В 1785 году он начал работу над романом с говорящим названием «120 дней Содома» или «Школа разврата». Маркиз так увлекся, что написал толстенную книжку в 450 страниц всего за 37 дней. Это произведение один из биографов Маркиза охарактеризовал так. Роман «120 дней Содома» считается, с одной стороны, самой гнусной из когда-либо написанных книг, с другой – искусно изложенным откровением самых темных человеческих фантазий. На этом Десад не успокоился и сразу за романом написал повесть «Несчастье добродетели» всего за две недели. А потом новеллу «Энжени де Франваль». Так что это были за книги? Профессор Гуревич в предисловии к собранию сочинений Десада в конце 20 века написал так. Десад одним из первых в европейской культуре осознал, что всякое общество – демократическое или тоталитарное – навязывает людям те или иные эротические стандарты, пытается вмешиваться в сферу жизни, считающуюся личной, интимной. Персонажи Маркиза восстают против этих попыток и практически ничем не хотят себя ограничивать. Достаточно заглянуть в учебник по сексопатологии, и там найдется все, что есть в произведениях Десада. А знаете, кто еще в молодости читал Десада? Пушкин? Он говорил, что почувствовал, что начал проникаться в философии Маркиза и бросил течение, потому что испугался, к чему это может привести. При жизни Десада его книги тоже начали находить скандальную популярность. Одних радовали эротические сцены, о которых раньше они не могли подумать, а других завораживала идея, что все дозволено. А тем временем Франция стояла на пороге крутых перемен. Наступил революционный 1789 год, и вокруг Бастилии стало зреть восстание. Заключенные читали газеты, поэтому были в курсе всего, что происходит. Многие ожидали скорой свободы и в конечном итоге перестали подчиняться тюремщикам. Это зашло так далеко, что комендант Бастилии запретил прогулки по открытым площадкам. Естественно, ни один из заключенных не был так возмущен этой мерой, как Маркиз Десад. Он расталкивал караульных, охранявших выходы на башне, что-то кричал, и увести его в камеру смогли лишь после того, как приставили к груди заряженное ружье. А еще вот вам самый удивительный факт. Именно Десад косвенно стал тем человеком, который начал французскую революцию. Несколько дней в своей камере Маркиз пользовался жестяной трубой для жидких отходов, как рупором. Он протиснул ее через решетку и кричал туда, что узников Бастилии зверски убивают, и надо немедленно прийти к ним на помощь. В результате под окнами собралась огромная толпа. И вскоре начался штурм. Позднее именно с взятия Бастилии будут отчитывать старт революции. Но самого Маркиза к тому моменту в крепости уже не будет. Тюремное начальство от греха подальше, буквально накануне штурма, перевело Десада в крепость Шарантон. Причем ему запретили брать с собой рукопись романа «120 дней Содома». Из-за чего Маркиз всю оставшуюся жизнь считал, что текст потерян навсегда. Ее найдут и опубликуют только через сто лет. Это была эпоха декаданса, которая с радостью снова открыла для себя великого развратника. История в книге действительно описывалась грязная. Четверо состоятельных мужчин поставили себе цель – испытать наивысшее сексуальное наслаждение, доступное в оргиях. Чтобы сделать это, они спрятались на четыре месяца в уединенном замке с гаремом из 36 человек. В основном из молодых мужчин и девочек-подростков. А еще пригласили туда четырех хозяек борделей, которые рассказывали истории о своих похождениях. Эти рассказы возбуждали старых извращенцев, после чего они начали насиловать и пытать своих жертв. Пытки постепенно становились все более и более жестокими. И к концу романа там убивают практически всех. Наверное, даже хорошо, что эта история отлежалась сто лет. Для современников Десада это, пожалуй, было чересчур. Да, в общем-то и сейчас. Но все-таки надо отдать должное фактам. Маркиз Десад не придумал БДСМ. Его можно назвать скорее самым известным его популяризатором. Такой вот кринж-секс-просвет из 18 века. Но вообще-то описание сексуальной сцены с плетками можно найти еще в романе английского писателя Джона Клелланда Фанхилл, который он написал еще в 1749 году. Также с середины века можно найти упоминания в документах борделей, которые специализировались на порке. А вообще, у Садомаза древняя история. Фрески с такими картинками находят аж в этрусских захоронениях. Римляне и греки этой темой тоже интересовались. А индусы в своей Камасутре серьезно анализировали и классифицировали шлепки, которыми партнеры могут обмениваться во время секса. Но без Десада все это вряд ли стало бы так популярно. Во всяком случае тогда. Но вернемся к революции. Она наконец-то освободила Десада. К тому моменту он успел отсидеть уже больше 10 лет. Но радоваться было рано. Появилась новая проблема свободного человека. Долги. А еще жена из монастыря подала на развод и потребовала возвращения назад приданного 160 тысяч ливров. Для 50-летнего бывшего маркиза это была финансовая катастрофа. Чтобы как-то заработать, Десад начинает писать пьесы для французских театров и постепенно знакомится с миром актеров. Вскоре он вступил в связь с молодой актрисой Констанцией Кенне. Она была почти в два раза моложе и к тому же замужем. Ее муж не принял революцию и сбежал в Америку, бросив жену и сына на произвол судьбы. Тем не менее, Десад влюбился в Констанцию так, как не влюблялся ни в Рене Пелажи, ни даже в ее младшую сестру. Жениться на ней по закону они не могли, но они стали жить вместе и прожили так в мире до самой смерти Десада. Их союз держался на взаимовыгодной основе. Констанция делилась с маркизом небольшим содержанием от мужа, а маркиз обеспечивал ее жильем. Но жили они прямо, скажем, небогато. Десад написал 17 пьес, из которых только одну показали на сцене, граф Акстиерн. Причем показали с большим успехом. На премьере публика аплодировала и требовала автора. Маркиз несколько раз поднимался на подмозке, чтобы принять благодарность. Вероятно, это был самый счастливый момент в его жизни. В 1791 году Десад написал один из своих самых знаменитых романов «Жустина» или «Несчастье добродетеля». Он стал первым произведением маркиза Десада, изданным при его жизни. Кстати, именно его потом боялся дочитывать Пушкин. Повествование разворачивается вокруг Жустины, юной девушки из благородной семьи, которую похищают, насилуют и все в таком духе. Классика. Но это только начало жестоких испытаний, через которые придется пройти героиня. Красной нитью через весь текст Десад проводит мысль, что невинности в суровом реальном мире ничего хорошего не светит. И с этим, пожалуй, не поспоришь. Тем временем революция стремительно меняла политическое устройство Франции. Париж был разделен на секции и управлялся представителями народа. Маркиз с его любовью к спорам и жалобам не оставался в стороне и стал активным членом общества. Естественно, он уже не мог называть себя маркизом, потому что во Франции все стали просто гражданами. Так что маркиз Десад превратился в гражданина Сада. Но человеком-то он остался образованным и поэтому быстро продвинулся в секретари секции, потому что он один из немногих в среде новой власти умел читать и писать. И тогда произошел случай, характеризующий Десада совсем с другой стороны. Не как жестокого извращенца, а как сочувствующего человека. Совершенно случайно среди его подопечных в парижской секции стали родственники жены, которые лишились всей власти и денег. Они стали обыкновенными бывшими аристократами, жившими в постоянном страхе, что до них доберется революционный террор. Очень скоро всесильная мадам де Монтреои оказалась в положении, когда ей пришлось искать защиты у своего зятя, который еще совсем недавно сам безрезультатно взывал к ней о помощи. И что удивительно, новоявленный гражданин Сад, который недавно мечтал увидеть тещу в гробу, на практике стал ей активно помогать. Во время террора Сад, как представитель революционного трибунала, внес семейство от де Монтреои в список неприкасаемых, то есть по сути спас их от неминуемой смерти. Бывали случаи, когда он давал подсудимым деньги, чтобы они могли покинуть Францию. А что самое главное, этот любитель поубивать людей на страницах книг самым извращенским способом в реальности не вынес ни одного смертельного приговора. В какой-то момент это стало подозрительным для новой власти. И в 1793 году де Сада все же арестовали. Это были годы самого жесткого террора. Его имя было в списках тех, кого предстояло отправить на гильотину. И бывший маркиз выжил просто чудом. Из-за бюрократической ошибки в тюрьме его записали по новому революционному имени Луи Сад. А в списке смертников он значился по дворянскому имени Данансьен Альфонс Франсуа. В итоге, так и не поняв, что с ним делать, через 10 месяцев де Сада выпустили на свободу. Опять. Но вернувшись домой, он обнаружил долг в размере 6 тысяч франков и абсолютно холодную квартиру. Потому что платить за дрова тоже было нечем. Холод был такой сильный, что у де Сада даже замерзали чернила. И это все на фоне того, что популярность его порнографической Жустины достигла небывалого размаха. Книгу публиковали все, кому не лень. Было даже издание с неприличными гравюрами. Но сам автор с этого не получал ни гроша. А театры продолжали отвергать пьесы. Во Франции тем временем к власти пришел Наполеон. Хоть де Саду было совершенно не до этого, его больше беспокоили деньги. Он жил со своей Констанцией и ее ребенком на каком-то чердаке. А еще на него подал в суд хозяин таверны, потому что устал кормить писателя в долг. Де Саду срочно нужно было что-то делать. И он решил написать сиквел своего популярного романа под названием «Новая Жустина». В поношенной одежде полуголодный маркиз пишет следующее. Перед нами сплошные окровавленные трупы. Дети, вырванные из рук своих матерей. Молодые женщины, которых душат в конце орги. Кубки, наполненные кровью и вином. Неслыханные пытки. Кипят котлы. Слюдей сдирают дымящуюся кожу. Раздаются крики, ругательства, богохульства. Люди вырывают друг у друга сердца. И все это на каждой странице, в каждой строчке, везде. О, какой это неутомимый негодяй. Такую характеристику «Новая Жустиния» дал писатель Жюль Женен. Хотя бывшему дворянину стоило бы поумерить свою фантазию, время революционной свободы уже закончилось. Наполеону такие книжечки очень не нравились. Но Сад, вместо того, чтобы стать осторожней, написал роман «Памфлет» Залоя и два ее приспешника. Проблема была в том, что в образе Залоя он изобразил Жозефину, любовницей Наполеона. А в одном из приспешников самого будущего императора. Наполеон не любил, когда его высмеивают. Угадайте, что случилось. Конечно, Десада снова арестовали. Его отправляла за решетку уже четвертая власть в его жизни. Следующие несколько лет Десад путешествовал по самым суровым французским тюрьмам. В одной из них с ним случился очередной скандал. Маркиза обвинили, что он делал непристойные предложения молодым людям из соседней камеры. После этого беспокойного заключенного было решено от греха подальше поместить в государственный сумасшедший дом Шарантон, где он просидел следующие 11 лет до самой смерти. Условия содержания в Шарантоне были мягче тюремных. К нему спокойно могла приходить Констанция в любое время и приносить любые книги и предметы быта. Более того, в клинике был собственный театр и Десад сразу же включился в его работу. Ставил пьесы и сам в них играл. Кстати, этот театр при сумасшедшем доме стал так популярен, что на его премьеры съезжались зрители со всего Парижа. Помимо этого, Сад написал там несколько исторических романов и бесконечное количество жалоб всем и на все. Помимо творческих занятий, в клинике Маркиз нашел и свою последнюю причуду. Там работала некая мадам Леклерк, а у нее была 12-летняя дочь Мадлен. Самому Десаду на тот момент было уже 68 лет. В своих дневниках Десад писал, что мадам Леклерн через год разрешила дочери стать его любовницей. Возможно, из-за денег. А возможно, никакой половой связи между ними и не было. Старый Маркиз любил в дневниках все сильно преувеличивать. Как бы там ни было, с девочкой они как минимум регулярно общались. Констанция не препятствовала их общению, ведь она тоже постарела и устала от безумств Маркиза. Удивительно, но очень скоро их странная троица начала даже обсуждать совместные планы, связанные с выгодом Десада из клиники. Юная Мадлен хотела присоединиться к паре и никогда их не оставлять. Но этим планам было не суждено сбыться. 27 ноября 1814 года Мадлен Леклерк навестила его в последний раз. Когда она ушла, Маркиз написал в своем дневнике, что провел с ней вечер совершенного распутства. Фиг его знает, на какое такое распутство 17-летней девушкой был способен старик в свои 74 года. Скорее всего, он, как обычно, все выдумал, а через пять дней умер в своей постели. За несколько лет до смерти Десад написал завещание, в котором попросил его труп не вскрывать и отвезти в лес, где похоронить без всяких погребальных церемоний и без памятника. Но была и куда более странная просьба. В завещании он просил всех людей его навсегда забыть и никогда не вспоминать. Но люди не выполнили ни одну из этих просьб. И тело было вскрыто. И похоронили его на кладбище Шарантона под надгробием. Что еще ироничнее, его перезахоронили. И во время этой процедуры кто-то украл череп Маркиза. А потом по этому черепу сделали огромное количество гипсовых копий, которые развесили по Европейским медицинским университетам. Студенты-медики использовали его как макет в упражнениях по модной тогда френологии. Это такая псевдонаука по распознаванию характера человека по форме черепа. И что забавно, если студентам не говорили, чей это череп, то они всегда приходили к выводу, что этот человек был образцом добросердечия, порядочности и религиозности. Вот такой вот интересный и странный мужик, навсегда вписавший свое имя в одну из букв BDSM. А вы, сладкие, любите такие игры? Признавайтесь. А еще подписывайтесь на наш телеграм и второй канал со стримами. Также напоминаю, что мы приступили к работе над масштабным роликом про товарища Ленина. На него мы объявили отдельный сбор средств. Если все будет хорошо, это снова будет большой видос с часа на два. А на съемки я планирую поехать в Киев. Если хотите помочь нам реализовать этот план, то все реквизиты есть в описании. Топ донатеров мы обязательно отметим в титрах. Ну и подписывайтесь на Patreon, Boosty, подключайте спонсорство на YouTube или просто помогайте нам криптой. Как обычно, говорю спасибо всем, кто уже давно нам помогает. Это Влад, Сергей Владимиров, Николай Грещенко, Сергей Полянский, Душный Дэн, Водолей, Крейзи Кэт, Алексия Суис, Роксолана, Анна Макунина, What Remains of Me, Степан Бандера, Политический Цирк, Юлия Вильянин, Денис Романов, Ада Бранвен, Владимир Тихарь, Игорь Навотный, Яспер Муем, 30 тышальных узбека и секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе. И вот эти вот замечательные люди. Еще раз благодарим наших донатеров за офигительные ники. Да, спасибо. Ну а с вами был Заяц, всем удачи, всем пока!